На озере Голоколь в самом разгаре подлёдная рыбалка. Уже пошла четвёртая неделя, как водоём замёрз, но лёд ещё тонкий и существует опасность провалиться, говорят спасатели. Чтобы избежать трагедий, сотрудники службы ЧС проводят регулярные рейды. Вместе с ними прочность локольского льда испытали и наши корреспонденты. Отработка навыков спасения на льду ведётся в любую погоду. Такие тренировки проходят даже в шквалистый ветер. Климат на Алаколе непредсказуемый, случиться может всё. А с учётом того, что озеро с каждым годом становится всё популярнее для зимней рыбалки, спасателям работы прибавилось. Заядлый рыбак Михаил Черноножкин, несмотря на то, что возраст перевалился за седьмой десяток, фанат подлёдки. Последние четыре года здесь, на этом участке, рыбалки не было. Рыба уходила глубже, говорит он. Этот сезон от того, что холода пришли позже, богат на улов. Ну а если говорить о безопасности, сюда в основном приезжают местные. Поэтому нрав Алаколя знают не понаслышке. На лёд мы не заходим сюда. Когда тонкий лёд, это страшное дело. У нас ветер такой может дунуть, то право, то сайкан. Сейчас у всех же телефоны есть. Там показывают довольно-таки реально, когда, во сколько ветер начнётся, какой силы. Поэтому в курсе дела. Сейчас рыбачить особенно опасно на заливе. Много ключевых источников. Есть риск попасть по лынью. С учётом этого спасатели проводят профилактические рейды. У нас очень много опасных участков. Особенно сложно, когда разыграется ветер. От пурги видимость становится нулевой. Любой может заблудиться, уйти вглубь озера и провалиться по лынью. Поэтому просим, чтобы надевали спасательные жилеты, брали с собой верёвки, в одиночку не уходили далеко. Сейчас толщина льда на Алла-Коле составляет 25-30 сантиметров. Но, по словам специалистов, он очень рыхлый. Поэтому рыбаки со своими снастями приходят сюда пешком. На машинах заезжать сюда очень опасно. В прошлый зимний сезон на Алла-Коле было пять случаев спасения из полыньи. В этом пока таких трагедий не случилось. Ну а чтобы их избежать, говорят профессионалы, необходимо просто соблюдать меры предосторожности на льду.